Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о натуральном материале для плетения родом из Юго-Восточной Азии, который называется ротанг. Натуральный ротанг получается из лиан пальмы каламуса, или как ее еще называют, ротанговой пальмы. Правда, не все виды этой пальмы подходят для плетения. Как правило, те ее разновидности, которые используют в плетении, произрастают в азиатских тропиках, как в дикой природе, так и на специально организованных плантациях. В Индонезии рано утром рабочие начинают сбор ротанга в тропических лесах Борнео. В зависимости от длины и толщины, всего один стержень из экспортируемого ротанга может стоить 35 долларов. Это более чем в три раза дороже аналогичного бамбукового шеста. А когда он вплетен в мебель, то стул из ротанга может стоить более 2000 долларов. Но чтобы заполучить ротанг, рабочим часто приходится собирать его в тяжелых и опасных условиях. Так почему ротанг так сложно собрать, и что делает его таким дорогим? Ротанг – это вьющаяся пальмовая лоза, которая растет на деревьях в тропических лесах. Эта древесная лиана имеет гибкие стебли. Они похожи на бамбук, но они твердые, а бамбук полы в середине. Родиной ротанга считается Индонезия. Позже растения начали выращивать в Китае. Там оно использовалось для производства мебели, корзин и других аксессуаров. Растение также стало известно и в Японии. В Индонезии ротанг собирают в джунглях Борнео, Сулавеси и Суматры. Торговля ротангом была сосредоточена в основном на острове Ява. Со временем Черебон, город-порт, расположенный около 250 километров к востоку от Джакарты, столицы Индонезии, зарекомендовал себя как центр торговли ротангом, позднее как центр промышленности по обработке ротанга. Недаром на Индонезию приходится 80% поставок ротанга на мировой рынок. Часто ротанг неправильно называют плетением, и это одно из самых больших заблуждений о ротанге и плетении. Оно состоит в том, что их оба считают материалами. Это правда только наполовину. На самом деле ротанг – это материал, который получают из некоторых видов пальм. С другой стороны, плетение – это тип мебели. Хотя плетеные изделия могут быть сделаны из ротанга, они также могут быть сотканы из ряда других натуральных и синтетических материалов, включая бамбук, тростник и синтетическую смолу. Ротанг, однако, более желанен, потому что его легче сгибать и манипулировать им, что делает его более универсальным по сравнению с другими материалами. Но собирать ротанг – это утомительное и рискованное занятие. С рассветом рабочие на лодке отправляются в тропические леса Борнео, собрав с собой все необходимое. После часа плавания лодка прибывает в пункт назначения – участок в тропическом лесу, который известен уже многие десятилетия. Первая задача – нужно вычислить, какие лозы ротанга уже для сбора урожая. Лианы ротанговой пальмы необычайно длинные. Если их стандартная длина колеблется в районе 80 метров, то отдельные лианы могут достигать в длину 300 метров. При этом на всем своем протяжении они будут одной толщины до 7 сантиметров в диаметре и при этом необычайно гладкими без каких-либо сучков. Спелый ротанг отличается зеленым цветом коры. Недозрелый ротанг оставляют до следующего сбора урожая. Ротанг, созревший для сбора урожая, обычно имеет возраст как минимум 7 или 8 лет. Если работник соберет урожай слишком рано, до того, как ротанг позеленеет и от него отделится внешняя кора, то он сократит свою прибыль, потому что молодой ротанг невозможно продать. Когда работники находят подходящую лозу, они используют мачете, чтобы срезать ее с кустов. Но у дикого ротанга есть шипы, как у стеблей розы. Поэтому рабочим приходится осторожно пробираться через тернии, чтобы не повредить себя и сохранить ротанг, который можно было бы продать. Но шипы – это не единственная опасная часть работы. Опасность также представляют дикие животные, а также передвижение на лодке даже в сезон дождей. Кроме того, на участке сбора ротанга очень много комаров. Также можно встретить змей, варанов и хищных животных цветов. Все они могут нападать на людей. Когда работники соберут столько ротанга, сколько смогут унести, они должны вернуться домой, чтобы подготовить ротанг к продаже. За день они могут собрать 70 килограмм ротанга. Конечно, не все могут сказать, что полностью довольны таким урожаем, но собирать урожай приходится только исходя из своих возможностей. После возвращения домой работники замачивают ротанг как минимум на три дня, чтобы было легче снимать кору для дальнейшей обработки. Лиана Каламуса – это основа всех изделий из ротанга. Но прежде чем достичь своей полной стоимости, лоза должна пройти через множество рук. Сборщики продают сырой ротанг производителям, которые будут обрабатывать его для дальнейшей продажи. Производители покупают необработанный ротанг у сборщиков по доступной цене и вкладывают средства в подготовку ротанга к ткачеству. Сюда входит заработная плата рабочих и затраты на электроэнергию для машин. Еще недавно производители покупали у сборщиков 50 килограммов ротанга примерно за 70 долларов. Этих 50 килограмм хватит примерно на 2-3 месяца работы. Затраты у крупных производителей могут быть еще выше, потому что их перерабатывающие предприятия часто расположены намного дальше от мест сбора ротанга. Для перевозки сырья требуется большее количество транспорта, что увеличивает расходы, особенно в сезон дождей. В случае наводнения, чтобы добраться до места сбора урожая, производителю может потребоваться значительно больше времени. В таких сложных условиях работы можно предположить, что покупателям придется платить больше денег посредникам. Здесь самое главное, чтобы ротанг оставался сухим. Невозможно собирать ротанг, когда идет сильный дождь, а на участке его сбора дождь может вызвать наводнение. Как только производители соберут необработанный ротанг, они могут начинать его обработку. Для этого наиболее тонкий ротанг обрабатывают, размещая его в брезенте и производя копчение при помощи серы, а более толстый ротанг варят в масле. Этот процесс может занимать один или два дня. Затем его сушат на солнце, чтобы убрать всю влагу. Это занимает еще 2-3 дня. В зависимости от затрат на обработку, только изготовление ротанга может стоить половину того, что производитель продает за месяц. Чаще всего мелкие производители продают небольшие изделия из ротанга ручной работы, такие как тарелки, и корзины. На местных рынках они продаются по цене чуть больше 10 долларов за единицу. А вот аналогичная корзина, продаваемая более крупным ритейлером на международном уровне, уже может стоить более 100 долларов за единицу. И, скорее всего, такие изделия будут проданы, потому что спрос на продукцию из ротанга очень высок. Производство ротанга – это многомиллиардная индустрия, и ожидается, что рынок мебели из ротанга вырастет на 5% к 2027 году. Но популярность ротанга возникла не сегодня. Плетеные изделия из ротанга стали популярны в Европе и Америке в викторианскую эпоху, в период правления королевы Великобритании Виктории. Викторианское плетение, в котором преобладали пышные завитки и витиеватые лиственные узоры, не отличалось строгостью и практичностью первых образцов ротанговой мебели. Изделия, изготовленные с использованием этого метода, пользовались большой популярностью в Англии в XIX веке. В гостиных знатных особ часто встречались нарядные кровати, узорчатые плетеные этажерки, обеденные комплекты и кресла. В период с 1930 по 1940 годы из ротанга создавали различные кушетки, столы для кухонь и залов, тумбы и полки на стену. Жители Голландии и Англии первыми начали торговать ротанговой мебелью. Материал попадал в Европу в виде уже готовой мебели, которая изготавливалась малазийскими, индонезийскими и сингапурскими мастерами. Несмотря на то, что ротанг победно шел по мебели рынку Европы, страны не производили крупных объемов мебельной продукции самостоятельно. Предметы мебели из натурального ротанга и сейчас пользуются востребованностью в европейских странах. Спрос на такие предметы стабильно высокий. Мода на ротанг вернулась в конце 2010-х годов, когда в интерьере стал преобладать стиль бохо. Бохо-стиль – это стиль, в котором каждый сам себе художник. Мебель из ротанга и другие предметы из этого материала отлично вписываются в интерьер стиля бохо. Но в то время как спрос на мебель из ротанга растет, сборщики сырого ротанга стали получать меньше прибыли, чем прежде. Сборщики рассказывают, что в прошлом их родители могли удовлетворять все свои потребности только за счет продажи ротанга, а теперь доходов хватает только на то, чтобы приобретать ежедневную еду. В прошлом фермеры, выращивающие ротанг, могли отправлять своих детей в школу или даже построить дом на средства от продажи ротанга. Сегодня сборщик может продать 70 килограмм собранного сырого ротанга за 10 долларов. Это 7 центов за килограмм. А в 1980-х годах сборщики сырого ротанга получали за это количество в 10 раз больше. Фермеры связывают эту потерю с законом, принятым правительством Индонезии в 2011 году, который запрещает экспорт сырого или полуфабриката из ротанга в зарубежные страны. В преддверии принятия закона Индонезия столкнулась с проблемой вырубки лесов, в том числе и чрезмерной вырубкой ротанга, что привело к нехватке поставок. Закон направлен на предотвращение экспорта необработанного ротанга и должен принести пользу отечественным производителям. Закон также помог ограничить количество собираемого ротанга. Но от этого закона выиграли в основном крупные производители ротанга. А вот рядовые сборщики ротанга стали с трудом сводить концы с концами. Вот почему сборщики ротанга хотят, чтобы правительство изменило законы о торговле и облегчило им жизнь. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!